На состоявшемся первом заседании Заксобрания Колымы в рамках весенней сессии председатель областной думы Сергей Абрамов обозначил приоритеты депутатской работы, которая теперь будет проходить в вочном формате. Среди первоочередных задач для Заксобрания остаются реализации послания президента Федеральному собранию национальных проектов и государственных программ в области, совершенствование регионального законодательства по дальнейшему формированию на Колыме единой системы публичной власти. Развитие законодательского процесса и межпарламентского взаимодействия. Неделя и ранее на внеочередном заседании депутаты проголосовали за увеличение бюджета Колымы. Почти на 2 миллиарда рублей выросли расходы. Теперь дефицит региональной казны на 2022 год составляет около 1,4 миллиарда рублей или 4,2 процента. Одним из важнейших решений депутатского корпуса стало повышение заработной платы всем работникам бюджетной сферы региона дополнительно на 2,5 процента. Сверх уже озвученных на федеральном уровне повышений. Мы с вами знаем, что мы когда принимали бюджет в декабре, мы часть проиндексировали публичных обязательств, то что касается определенных категорий населения на 4 процента. Вот эти 2,5 процента это выше. Также большая работа ведется парламентариями по переведению системы публичной власти на муниципальном уровне к федеральным новоделам. Сейчас, когда будут муниципалитеты, там все-таки будут сельские поселения и соответственно в сельских поселениях есть определенные льготы для определенных категорий граждан, которые трудятся непосредственно там. Это принято правильное верное решение. То, к чему мы вернулись, то, что было фактически в 2014 году. Олег Дудник, Олег Калугин. Специально для Вечернего Магадана.